Всем привет! В этом видео я расскажу про семейство видеокарты TX1070 и 1080 от компании MCI. В былые времена компания MicroStar была хорошим среднячком, наряду с такими компаниями как BioStar, DeFi и прочими и выпускала нормального качества продукцию, но ничего особенного. Но в последнее время позиционирование компании изменили на премиальный уровень и она возомнила себя главным конкурентом Asus. С десятой серии видеокарт GeForce MCI вообще позарилась на место лидера в этом сегменте, особенно на фоне некоторых неудач своего главного конкурента. И сейчас вы узнаете, совпадает ли амбиции MicroStar с тем, что есть на самом деле. Итак, MicroStar предлагает нам 10 различных видеокарт GTX 1080 и 11 видеокарт GTX 1070. Это самый большой ассортимент видеокарт среди всех компаний на рынке, но есть одно очень большое но. Это но заключается в том, что на самом деле MicroStar предлагает только 4 видеокарты, а все остальное это их вариации. Первые две видеокарты это референсы GTX 1070 и 1080, а остальные две это видеокарты собственного производства с десятью фазами питания. Я вам говорил про 4 видеокарты, но я вас обманул. 2 видеокарты. Почему 2? А потому что по сути референсные видеокарты GTX 1070 и 1080 это одна и та же видеокарта, а отличия между ними заключается в двух различных вариантах графического чипа GP104 и разных стандартах используемой памяти. Аналогично и с фирменными видеокартами. Но теперь подробнее и начнем с референсных видеокарт GTX 1070. Первая видеокарта это Founders Edition от Nvidia, продаваемая MicroStar, а производимая вообще компанией Foxconn. Вторая видеокарта это все тот же референс, но с уродливым кожухом системы охлаждения. Третья видеокарта это все тот же уродец, но с повышенными частотами работы графического чипа. Четвертая видеокарта это уже знакомый нам уродец, но с гибридной системой охлаждения от компании Corsair. Графический чип охлаждается водяной системой, а память и элемент питания воздушной. И пятый вариант это гибрид с повышенными частотами графического чипа. Из-за буквы X в названии многие ошибочно думают, что это видеокарта Gaming X с гибридной системой охлаждения, но это не так. Все сказанное для референсных видеокарт GTX 1070 относится и к видеокартам GTX 1080, за исключением только одного. В линейке видеокарт GTX 1080 нет гибридной версии, работающей на стоковых частотах. Про все плюсы и минусы референсные видеокарты я подробно рассказал в своем видео. Теперь поговорим про фирменные видеокарты, но в этот раз начнем с GTX 1080. Первая видеокарта это GTX 1080 Armor. Сильная сторона данной видеокарты это наличие 10 фаз питания, которые позволяют видеокарте работать с большей производительностью, чем референсная. А слабой стороной данной видеокарты является система охлаждения, которая состоит из двух частей. Первая часть это радиатор с двумя вентиляторами. Сам радиатор довольно примитивный, у него есть теплосъемная подложка, покрывающая графический чип и три чипа памяти. В саму подложку впрессованы три тепловые трубки, что в итоге является не очень хорошим решением, судя по зазорам между ними. А вторая часть это теплосъемная пластина, которая покрывает остальные пять чипов памяти и элементы питания. Сама пластина почти не контактирует с радиатором, поэтому отвод тепла от памяти и системы питания не так эффективный, как может показаться на первый взгляд. А охлаждение самой пластины происходит в основном посредством обдува воздуха, который проходит через горячий радиатор. Также отмечу отсутствие бэкплайна у видеокарты. Следующая видеокарта это GTX 1080 Armor OC. Это видеокарта Armor, у которой увеличена частота работы графического чипа. Третья видеокарта это GTX Gaming. Это та же 10-фазовая видеокарта, но с другой системой охлаждения, которая имеет более массивный радиатор с шестью тепловыми трубками. Теплосъемная подложка имеет меньший размер и покрывает только чип, а элементы питания и памяти видеокарты покрывает типосъемная пластина с немного измененной конструкцией. У данной видеокарты наблюдается аналогичная проблема видеокарт Armor. Радиатор не имеет плотного контакта с пластиной. Отмечу, что у данной видеокарты есть бэкплайн интересного исполнения с фирменным логотипом. Четвертая видеокарта это Gaming X. Тот же Gaming, только увеличенный частот графического чипа. По аналогии с видеокартой Armor OC, только здесь вместо OC буква X. Пятая видеокарта это Gaming Z. Все тоже, только частота чипа повышена больше, чем у Gaming X. И последняя GTX 1080 это SEA Hulk EKX. У данной видеокарты заменена воздушная система охлаждения на водоблок от компании EK. Для видеокарт GTX 1070 все зеркально верно, кроме одного момента. У видеокарт GTX 1070 Armor и Armor OC не распаяны 2 из 10 фаз питания. Говоря в общем, о преимуществах и недостатках видеокарт от компании MCI хочу отметить следующее. У Микростара получилось сделать хороший продукт в лице фирменной видеокарты с 10 фазами питания. Но у многих конкурентов видеокарты GTX 1080 с 12, 14 и даже 17 фазами питания, что однозначно дает преимущество видеокартам от конкурентов. В то же время у видеокарт MCI GTX 1070 те же 10 фаз, в отличие от многих конкурентов, которые упростили систему питания для своих видеокарт. За свои видеокарты Микростар просит неадекватную цену. Особенно это касается видеокарт GTX 1080. Я бы понял их ценовую политику, если бы их видеокарты были бы гораздо лучше всех остальных. Но это не так. Есть видеокарты по качеству и производительности такие же, но гораздо дешевле. А есть видеокарты в ту же цену, но гораздо лучше. С видеокартами GTX 1070 не так все печально в плане завышенной цены. Но все равно данный факт имеет место быть. Многие видеокарты MCI идут с заводским разгоном, что является большим плюсом по сравнению с референсными видеокартами. Но небольшое число покупателей столкнулось с проблемами во время игр или тестирования. У них происходили сбои в работе драйверов из-за некорректной работы оверклокерского режима. Это единичные случаи, а не десятки как у Asus'а с видеокартами Strix OC. Но в то же время нареканий на работу подобных видеокарт у Gigabyte или DVGA вообще нет. Еще один немаловажный момент это потеря гарантии при снятии радиатора с видеокартой. Это нужно тем, кто хотел установить водоблок на видеокарт. Да, есть видеокарта Cihal TKX с уже предустановленным водоблоком. Но она стоит как видеокарта с радиатором и отдельно купленным водоблоком. В итоге продукт получился противоречивый из-за завышенной стоимости. Поэтому я бы не рекомендовал покупать видеокарты от микростара тем, кто не фанат этого бренда. Поэтому у меня все. Всем спасибо.